всем привет дамы и господа и пришло время рассказать скажем так продолжить обзоры на бренд bugaboo сегодня я буду вам рассказывать о моделечке camellian 3 плюс bugaboo camellian 3 плюс колясочка у нас два в одном ну она в любом случае два в одном так как она трансформер здесь люлька трансформируется в прогулочный блок чуть позже про вашим блок естественно тоже покажу давайте немножечко про бренд bugaboo вообще это нидерланды производитель дает на свою продукцию два года и технические характеристики эта колясочка интересна тем что она достаточно легкая одна из самых легких при том что она полноразмерная она с люлькой весит 11 с половиной килограмм сиденьем 10 и 8 10 и 6 пардон так и наклон у нас спинки например прогулочного блока от 100 до 160 градусов здесь нет 170 75 как многие хотели бы но в принципе достаточно чтобы ребенок поспал ширина колесной базы здесь 59 сантиметров поэтому в любой лифт вы заедете и максимальный вес ребенка что выдерживает колясочка 17 килограмм 17 килограмм на текущий момент уже немножечко такой показатель скажем так не совсем интересен потому что большинство брендов уже переходят на 22 килограмма я уверен что и сюда 22 килограмма ребенка посадить ничего с ней не случится это все знаете производители всегда делать с запасом но по крайней мере характеристиках 17 указано так смотрите разберем с вами люлечку сразу хочу ее огромный огромный плюс это козырек вот вот здесь вы бугабу мне нравится это очень сильно вообще козырек можно купить отдельно как отдельный аксессуар может даже другого цвета в общем по аксессуарам бренд и вообще по бренду я ссылочку добавлю в описании на магазин first buggy там посмотрите изучите я думаю что много чего интересного там найдете в общем огромный плюс и сильнейшая сторона это гигантский просто козырек можно закрыть на замочке сделать его и так он большой это как почти во всех а так вот это просто я не знаю в общем с козырьком здесь просто очень очень все круто также у нас есть небольшой козырек чтобы ребенку не задувала ручка для транспортировки именно самой люльки поэтому здесь все хорошо сама накидочка это она естественно используется на замочке внутри у нас деревянное деревянное дно и очень классный приятный тактильно мягенький очень качественный матрасик вообще все чётенько такой типа замша что-то реально трогать очень уютно вот давайте я сразу чуть-чуть ее при открою и посмотрите на ее внутреннее пространство в целом насколько здесь много места она достаточно глубокая длинная зимой одежде в комбинезоне прекрасно ребенок будет помещаться поэтому вот люлька здесь хорошо подойдет и в зимнее время года для любого в целом региона если вам вот передних колесиков будет достаточно то принципе на лютую зиму все хорошо хорошо закрыто в общем здесь вопросов нет так теперь давайте воспользуемся чудесами видеомонтажа и я сейчас трансформирую ее в прогулочный блок и мы продолжим с вами изучать все остальное все оставшуюся колясочку а вот и прогулочный блок на самом деле здесь козырек используется один что на люльке что на прогулочном блоке сама рама прогулочного блока и люльки она одна мы только вынимаем отсюда на липучках она вся но вот этих вот частях закреплена все расстегиваем вытащили и также собственно деле прогулочный блок здесь на самом деле ничего такого сложного нет но тот же огромный козырь остался это это просто нереальных размеров получается в данном случае еще больше он как будто бы это прогулочном блоке козырек он даже если мы застегнем вот так вот эту секцию он и так уж с ногами закрывать так то вообще на общем для людей кто бредит огромными козырьками вот пожалуйста бугаву вам решить все ваши заморочки так что касается самого прогулочного блока смотрите тут действительно место много получается что у нас ребенок пристегивается пятиточными ремнями накладочки у нас мягкие есть плечевой зоне в паховой что касается безопасности также у нас здесь калиточкой откидывающийся бампер этот же бампер и в люльке для транспортировки используется с этой стороны пластик середине эко-кожа в общем с безопасностью все стандартно по максимуму все сделано большое сидушка ну такое основание места много получается что ну длина ну тут реально на вырос подножечка здесь вот материал специально из такой видите как плащевочка чтобы легко можно было помыть козырек я уже вам показал в общем все нормально что касается положение отдыха здесь регулировка с помощью боковых кнопок те вот 160 градусов о которых я вам говорил до 160 это из-за того что здесь гамак не полностью ровная поверхность а у ребенка ножки чуть-чуть согнуты это у нас лучше чтобы ножки не затекали кровообращение правильнее так говорят врачи и система гамака вот в европе она как-то вот чуть побольше ценится чем в россии у нас вот почему-то все хотят ровненько считают так правильнее и удобнее но собственно на к каждому свое что мне еще нравится козырек очень тихий он не щелкает ничего поэтому не будет будить ребенка мало ли вы в парке отдыхаете где очень тихо и вы козырек быть там двигатель он не щелкает он бесшумный так естественно прогулочный блок он здесь реверсивный можно по ходу против хода ставить единственное смотрите в данном случае это не всегда может понадобиться если вам не на постоянку а вот ветер поддул еще что то здесь есть возможность перекинуть ручку на другую сторону элементарно в питере это очень актуально подул сильный ветер пыль летом еще что-то вы раз перекинули идете как бы дальше как шли только ребенок уже против ветра ему в лицо не дует вот это очень крутая фишечка которой реально не хватает 90 10 процентов колясок вот за это пять с плюсом вообще молодцы бугабу ну и естественно сам блок тоже можно снять переставить но это в дороге вот в такой ситуации когда быстренько переставить из-за ветра там еще что-то сделать не получится очень крутой тормоз прям реально крутой вот так вот делаем все заблокировали причем фиксируется там на кучу зубьев там плотно то хорошо становится единственное я когда хотел снять с тормоза я по привычке как бы тяну руку нажимаю и здесь настолько натянута вот эта вот штука что когда я нажимаю она достаточно сильно бьет по руке неприятно по косточке прям попала мне не понравилась такая система поэтому нажимаем сбоку руку сюда не суем чтобы вам не было больно вот регулируется по высоте у нас ручка диапазон тут но я не знаю широченный поэтому под любой рост все родители себе смогут подобрать высоту ручки единственная немножечко низковато как мне кажется вся конструкция вот как-то внизу расположен и блок и люлька вот не значит не по колено мне ну кому то нравится кому то нет но здесь вот вот так вот как есть так давайте теперь с вами посмотрим что из себя представляет рама колеса у нас здесь они не надувные коляска очень легкая это просто спиненая резина я так полагаю потому что действительно легенькая все амортизация так смотрите я сейчас стану посильнее нажму мы посмотрим на эту всю конструкцию сзади амортизации нет это точно спереди по-любому есть впереди очень хорошая амортизация ну основное как бы основную роль амортизации в любом случае играют передние колеса так было всегда если поменять местами например передние будут не амортизируемая сзади амортизируемый то ребенка будет больше колбасе чем же передние амортизируемая задние нет но здесь мягкие задние большие колеса резиновые поэтому с плавностью хода все равно все хорошо что касается багажника багажник нормальный человеческий с нормальным доступом и жестким основанием провисать не будет в общем все для людей все нормально сделано можно и спереди подобраться и сзади поэтому все нормально так давайте теперь попробуем все это дело сложить чтобы снять эту сбоку кнопочки нажимаем убираем так чтобы сложить используются те же кнопочки которые используются для перекидывания ручки нажимаем все рама ушла вот и все такая вот легенькая вот этот продукт так вот это ничего легенькая рама плоская куда угодно в принципе в любой багажник поместится так собственно мы с вами разобрались как здесь что складывается все всегда делайте до щелчка то если что-то не защелкнуть получается будет люфтить и может даже выпасть по большому счету все что хотел вам рассказать по этой коляске рассказал как по мне бугабу вообще прекрасный бренд очень интересные фишки куча всяких прибамбасов очень крутые аксессуары внизу ссылка в описании можно что-то менять конкретно в этой модели то что перекидывается ручка это просто вообще идеально клок крутой очень надежный тормоз но единственное пользуется им лучше сбоку нажимать чтобы он по пальцам не стучал качество материалов козырек ход хороший вообще качественно все дорого сделано это буга будут как бы что говорить вот мама и мое личное мнение то что может быть в угоду дизайну или еще что но я бы хотел видеть здесь колесики спереди все-таки чуть побольше здесь большой козырек удобная люлька удобное сиденье все хорошо все за точно нормально для зимы но передние колесики если снег навалит будет туговато для такой зимы такой слабоснежной нормально в целом принципе можно кое-как проехать да но все же мне кажется малова ты передние колеса это вот мой такой маленький момент на который бы хотел быть внимание вот и низко она расположена но в углу как то вот так они все не очень высоко расположены ну так они сделаны во всем же остальном мне придраться очень сложно качество отличное ненадежные коляски я смотрел их статистику там гарантийных обращений там все прекрасно их практически нет очень редко что-то случается поэтому я смело рекомендую вам обратить на нее внимание можете приехать в магазин первая коляска с ребенком посадить все пощупать как это все ощущается зеркало посмотреть как вы с ней смотрите с конце концов вот и свои личные ощущения убедитесь тех словах что я в обзоре сказал она действительно хорошая коляска так что ждем вас первой коляске приходите смотрите или заказывайте все привезем а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора колясочки для вашего ребенка и всего доброго вам до свидания